Какая лужа здесь набегает? Это третий камень, как по фэншую, треугольничком. Итак, часть вторая, озеленение нашего ручья. У нас в этом месте, вот здесь, есть кран. Сейчас он сифонит, зимой его разморозила. И специально включила, чтобы посмотреть, какая лужа здесь набегает. То есть подойти что-то набрать, подключить шланг, помыть руки. И вот здесь вот такая лужа, и близко не подойдешь. Мы всегда подходим с горки. И я придумала, я здесь сделаю маленький японский садик с каменистой, такой речкой сухой, которая уйдет вон туда в дерен. И пусть дерен поливается. Первым делом заменили кран. Вот пока так, потом мы его чем-нибудь, скорее всего, бамбуком отделаем. Потом я положила геотекстиль по предполагаемому ручью. Пусть вот здесь, вот где лужа всегда образовывалась. Заехали мы на базу камня. Вот взяли такие вот большие пластушки гранитные. К нему более округлый валунчик. Тут смеси гранитные и такой еще оголтованный какой-то. Не знаю, в общем. Но по цвету подходящий. Потом гальку серую. Тоже все подбирали по цвету. И среднюю фракцию, вот такую, тоже выбирали черную, серую. Вот, чтобы все это сочеталось. То есть вот у нас получается крупный камень. Более мелкий, он такой рублено-круглый. И потихоньку переходит в мелкую круглую гальку. Если поставили большой плоский камень, то сначала подобрали, как удобно подходить к нему. Так, чтобы можно было подойти и включить. Выбрали самое удобное место. Поставили камень. Потом выбрали такой вот повыше, более квадратный, тоже ровненький камень. Так, чтобы можно было ведро ставить, например, набирать. Вот смотрите, что получается. Все, третий камень поставили самой красивой стороной сюда, к нам, на видовую точку. И посмотрите, рисунок на граните мы поставили так, чтобы он совпадал с рисунком. Ай, не брызгайся на том граните. Видите, линии одинаковые. Положили камни, включили, посмотрели, что вода основная все равно бежит вот сюда. А мы не хотим так широко ее делать, поэтому мы сейчас буквально вот здесь немножечко углубимся, чтобы вода уходила туда. А пленку мы не застилаем для того, чтобы вода пропитывалась, потому что здесь будут растения, пусть они поливаются. Причем, знаете что, я подобрала сюда растения. Вот будем сейчас ставить и смотреть, что лучше. Здесь осоки, которые любят воду. Вот, гортензия карликовая, которая тоже любит воду. Вот, а остальные будут чуть подальше от воды. Но создавать контраст. Ну, посмотрим. Сейчас сделаем и посмотрим, что лучше. Вот, наметили нужный нам ручеек. И чуть-чуть сейчас подкопнем, буквально там пару сантиметров. Так, напоминаю, поставили самые большие камни, потом средние камни, потом засыпаем мелкой галькой, выкладываем то, что нужно. И только потом у нас пойдет вот такой декоративный маленький, который соединит вот это все поедино. Так, за часик сделали вот такую красоту. Я считаю, что прям очень классно получилось. Единственное, конечно, нам не хватило. То есть мы включаем воду, я сейчас включу. И покажу, что вот там тоже водичкой заливается. С одной стороны, там можно растения посадить, но мы сейчас босиком ходим, поэтому... И это такая прелесть, это такой кайф полнейший. Вот, поэтому, скорее всего, туда вот доложим еще, возьмем камни и галечки. И сделаем еще больше. Разложили сначала большие камни гранитные. То есть сделали там, где мы подходим. Подходим, встаем и как нам удобно. Мы это место определили. Потом под воду мы поставили такой плоский камень, чтобы можно было ведро ставить там и так далее. Вот, и третий камень, как по фэншую, треугольничка. Ставим самой красивой стороной, полоски совмещаем гранитные. И получается у нас прям натурэйшн. Вообще, размер камня у нас должен перейти от гранитного рваного камня к гальке. Поэтому мы взяли вот такой камень. Я не знаю, как он называется, но он немножко такой квадратированный как бы. И по цвету очень подходит и к граниту, и к вот этой гальке. Вот, взяли среднего размера. Потом засыпали галечку. И специально брали вот такого размера булыжнички. Картошка. Размер, чтобы соединить уже вот эти камни с галькой. То есть как в нормальной настоящей речке, например. Когда река течет, большие камни, они всегда как бы обтачиваются, обрываются. И такие средние камни, они остаются после больших. То есть никогда не бывает, как я видела, очень многие берут и по краям вот так вот укладывают с двух сторон одинаковые камни, а потом засыпают мелочь. Так не делают. А еще и ужасно, когда разбрасывают внутри вот так камни. Это получается вообще бардак. Нет, в природе такого не бывает. В природе, во-первых, все не симметрично. Во-вторых, по тому, как река течет, например, ну то есть более натурально, на поворотах остаются камни, а на других вымываются. Поэтому с одной стороны, например, их нету, с другой есть. Либо с одной стороны мы можем сделать более большие камни, а с другой более мелкие. То есть это будет более натурально все смотреться. И вот этот один маленький такой камушек, мы его поставили прямо в центре, потому что он такой особенный. И это будет наша маленькая фишечка, как украшение. Итак, часть вторая, озеленение нашего ручья. Принесла я осоку Грея, как это называется, булавы. Вот такие штуки, очень клевые. И вот на фоне камней вот это все, оно прям супер сочетается. Мне очень нравится. Это будет прям вот, непосредственно прямо. Дальше туда, к розам пойдут овсяницы. Овсяница Фредди и шалфей. И вот здесь шалфей тоже будет сочетаться друг с дружкой. Вообще всегда надо сажать злак. Например, или там растение должно повторяться через дорожку, либо через речку вашу. Потому что в природе растение не может быть на одном месте. Он с семенами переносится, и они дублируются. Это будет более естественно. Так, с этой стороны у нас тоже шалфей, вот блю букет. А сока гладконосная. И котовник, это у нас арома, арома виолет. Кстати, очень вкусно пахнет. То есть если кому-то котовник не нравится, как пахнет, то арома виолет пахнет прям приятно, очень приятно. Такая смесь мяты с чем-то. Классно. Так, ну и вначале сюда. Я сажаю гортензию. Это низкорослая карликовая гортензия. Little lime. Доброе всем утро. За три дня я прям соскучилась по всему. Купила в Leroy вчера вот такую штуку. Это фонарик на солнечных батарейках. И он, посмотрите, как хорошо сюда подходит под стиль. Специально для этого места. Что-то буду устанавливать. Вот этот ручей мы сделали сколько месяц назад. У нас лежит геотекстиль, сверху галька. Посмотрите, трава уже прорастает. То есть геотекстиль не спасает от травы. Да, меньше, конечно, но все равно. Хотите, покажу способ избавления от травы. Но это поможет только там, где нет у вас хороших растений. Например, на гальке или вокруг газона. Вы сможете сделать свой ландшафтный дизайн за один день. Не обязательно проходить курсы садовода или ландшафтного дизайна, так же, как и не нужно учиться на повара, чтобы готовить еду дома. Каталог готовых ландшафтных решений, как подробные рецепты, даст вам возможность создавать профессиональное озеленение на любых участках. Здесь есть все. Визуализация клумб, подробные планы посадки, которые поймет даже ребенок, списки растений и материалов с количеством и даже в килограммах. Также мы сделали подробную видеоинструкцию по работе с каталогом и живые примеры реализации клумб. Каталог с доставкой можно заказать на сайте Флорини.